На этих лыжных гонках не было массового старта, поэтому пока одни спортсмены начинали забег, другие еще только разминались. В долине уюта собрались около ста человек. Организаторы выбрали одну дистанцию для всех категорий – один километр 600 метров. В прошлом году мы проводили коньковую дистанцию, коньковым стилем. В этом году у нас классика. Дистанция короткая, как правило, она проводится, квалификацию проводится, отбирается 30 сильнейший, им выдается номера в соответствии с занятыми местами, и потом они бегут за беги, так называемые, по 6 человек. Сильный мороз повлиял не только на программу спринта. Ее сократили, но и на внешний вид спортсменов. Многие клеили разноцветный пластырь на лицо. Это особенность соревнований на сильном морозе. Так лыжники защищают щеки, нос и лоб от обморожения. Тейпы помогают усилить кровообращение в этих местах. Какие сложности бежать в такую погоду, помимо очевидного, что холодно? Ну, мышцы сразу же замерзают, становится тяжело двигаться, вот, как бы это мешает, сковывается все. Думаю, прям замерзла, но нет, так хорошо прям прибежала. Вот, и даже некоторые девочки в штанах бежали теплых. Я решила рискануть, побежать все в легком. Думаю, да, это дало плюс. Дарья Мордовина показала хороший результат и вышла в полуфинал, но дальше этого этапа не прошла. Первое место среди женщин заняла мурманчанка Дарья Русоловская. Среди мужчин самым быстрым оказался Александр Гребенько.